Привет-привет, мои хорошие! У нас утро. Я встала где-то в 8, сейчас, наверное, где-то около 9. Накормила деток, переодела, и они спят дальше. Все спят сейчас. Обычно я тоже сама ложусь снова, но сегодня не легла, потому что вчера осветляла корни волос и с не уложенными волосами было, а нам сегодня выходить. Сделала утюжку, сейчас буду наносить утренний уход. В принципе, я довольна, как осветлилась. Вот здесь немножко есть желтизна, это вот именно та часть, которая у меня выросла. В основном все мне нравится. Уход у меня утренний будет, сейчас покажу из чего, из моих корейских кремиков. Вот они. Все то же самое, как и всегда. Три дня мне нужно будет походить вот так, как-нибудь перетерпеть эти желтые волосы и темные брови. Брови же, вот у меня сколько спрашивали, чем я крашу свои брови. Брови я крашу той же самой краской, которой буду красить волосы. Вот через три дня как раз я это буду делать. Сейчас пока мои лопатушки спят, я сделаю маникюр тоже. Приведу себя в порядок. Мы идем сдать мои отпечатки. Мы здесь одновременно делаем и на гражданство подаем одновременно и на ВНЖ. ВНЖ у меня вот 5-го числа вчера срок закончился, но мы уже успели подать. У меня последний ВНЖ был на год. Не знаю, почему я уже взял на год. Думал, наверное, что за это время я получу гражданство, но так как я была в Махачкале, мы не подавали на гражданство. Вот так все завертело, закрутилось. 5-го мая у меня закончился срок, но мы успели подать и нужно пойти там тоже отпечатки сдать. Поэтому и туда бегаем насчет ВНЖ получается. Бегали и по поводу гражданства тоже. Еще хотим пойти в детский магазин Эбебек. Это мой любимый, один из моих любимых магазинов, потому что он большой. И посмотреть игрушки какие-нибудь новые. Ну что-нибудь новое, хоть пару игрушек новых хочу приобрести детям. Потому что все, что есть дома, ну, сынуля, например, не играет, ему неинтересно, он по углам бегает и все дергает, провода, документы и все, что не нужно. Набил себе вчера вторую шишку мою сынуля. У него на лбу теперь две шишки. Была одна, теперь еще одна. Почему так? Потому что он когда ползает, спотыкается, то об игрушку какую-нибудь, то об этот коврик, ну, короче, об что-то спотыкается и падает. Лобиком стукается сразу. Крику бывает на весь дом, конечно, но что делать? Все через это проходят, особенно мальчики. Мне посоветовали купить шлем. Нет, я не буду приобретать никакой шлем, потому что ребенок должен чувствовать, когда опасно, где опасно, что при ударе он может стукнуться головой. Нет, я против шлема. Если у него будет на голове шлем, он не будет контролировать себя и свою голову в момент падения. Это мое мнение, кто покупает, пожалуйста. Вот, так что мы без шлемика перерастем. Углы вот это все закрывать, конечно же, будем. Все это у нас приобретено уже. Для углов я покупала специальные силиконовые такие насадки, но чтобы их наклеить, оказывается, нужен отдельный силикон. Вот силикон, а не в доме. Вот его нужно найти. И мы их заклеим. Ну, в принципе, углов у нас не так-то много в квартире, в зале. В принципе, в основном мягкая мебель у нас. И все. Вот у одной тумбочки угол один торчит. Вот такие вот дела. Уход. Я, наверное, пока болтала о детках, быстро-быстро закончился уход. Нанесла на глазки, на лицо и на шею. Желательно еще, конечно, на зону декольте тоже. Все. Мне чем нравится этот крем, он быстро впитывается, не оставляет ни жирного блеска, ничего. Так. И гигиеничка. Обязательно. Я уже, кстати, привыкла к этим гигиеничкам, которые мне вначале не понравились, ахер. Сейчас уже привыкла. На руки крем наносить не буду, потому что... Че я? Сейчас же сниму лак для ногтей. У меня часто спрашивают, чем я кормлю деток. Меню, наше детское меню. Меню как... Что у меня вот здесь вот так? У меня вот волосы шпадали, помните, да, после родов, когда я еще в Дагестане была, вначале, когда приехала. Вот они начинают отрастать. Начинали, по крайней мере. А теперь детки у меня вот здесь вот тянут. Вот здесь вот здесь вот все, что впереди, они все тянут и повдергивали. Теперь у меня здесь вот такие клочочки торчат. Вот, меню как таковое я не составляю. Просто ночью думаю, что завтра я им приготовлю. А так, заранее меню у меня нет. Если буду готовить курочку, вытаскиваю из морозильника курочку, да. Я даю только домашнюю курицу. Она у нас заранее сваренная, разделенная по порциям, мелко-мелко измельченная. И порционно выложена в морозильник. Точно так же и фарш, и мясо. Все порционно разложено. Но фарш и мясо не вареное. А, в следующий раз варю, наверное, их тоже. Мясо, скорее всего, а фарш нет. Так, достаю то, что мне нужно. Тыкву, может, тыква тоже у меня замороженная в холодильнике, в морозильнике. И готовлю. В основном они у меня едят в нем кашки, супчик. Бывает какой-нибудь один супчик. Если ребенку одному из детей не понравилось, или кашка, или супчик, я не настаиваю. Не даю, даю смесь. Смесь они едят всегда с удовольствием. Даже после прикорма они едят смесь. С удовольствием просто. Если обоим не понравилась приготовленная еда, идет в мусорку. Что делать? Такое бывает редко. В основном дочь у меня ест все. Но это дело такое, дело настроения. Может быть, и у нее не будет настроения. В основном кашки. Один раз супчик. Кашки могут быть два раза в день. Даю йогурт. Йогурт домашний. У нас с выкрой готовят йогурт. Йогурт может быть просто йогурт. Но они его не очень любят, когда просто йогурт. Потому что он чуть-чуть с кислинкой. Добавляю туда бананчик. Или сладкое яблоко. Пюре, естественно. Едят. Особенно с бананом любят. Один раз добавила малину. Тоже нормально. Никакой аллергии ничего не было. Ели они. Ну, я так для разнообразия дала. Но не буду давать все равно малину сейчас. Потому что не в сезон и так далее. Вот. Ну и все. А, пюрешки. Овощные пюре я уже не делаю. Так как начала делать супы. Овощных пюре в нашем рационе сейчас уже нет. Есть пюре фруктовое. Фруктовое пюре. Яблоко. Груша. Банан. Это каждый день у нас бывает. Еще добавляю туда вареную морковку. Яблоко, груша. Варю. Делаю пюре. Морковь тоже варю. Добавляю. Или к яблоку груши. Или просто к яблоку. Иногда делаю не вареную яблоко, груша. Банан очень любят. Ну, вот все, в принципе. Вот наш рацион. Из продуктов почти все они едят. Все вареное они почти едят. Жареное, конечно же, я им не даю. Хлеб любят погрызть, когда мы завтракаем. Или банан, или хлеб они любят погрызть. Рядом посидеть. Пить соки не даю. Воду пьют. Дочь не пьет вообще воду практически. Сынуля пьет воду. Особенно, когда спит, просыпается. Сейчас ему нужна вода. И чай, специальный их чай на травах. Детский чай, ночной. Но я его и днем тоже даю. Потому что они по чуть-чуть его пьют. Что еще, что еще? Ну, вроде все. Да, вроде все. Вот у нас рацион, в принципе. Что еще? Все. Мясо едят они спокойно. Я его варю. Потом блендером. Точно так же курочкой. Ну, нет, курочку блендером я не делала ни разу. Я точно так же курочку не делала. Потому что курочка, она и так вареная, мелко-мелко. На кусочки разделенная. Так, секунду. Вот. Вот такой вот у нас рацион. Сколько раз в день едят? Столько, сколько захотят. Нет определенного режима, чтобы надо во столько поесть, надо во столько поесть. Вот я, например, сейчас 8 проснулась. Их накормила. Они дальше спят. Сейчас я не знаю, во сколько они проснутся. Что-то вылезло, по-моему. Во сколько они проснутся, не знаю. Они могут 10 проснуться, могут 11 проснуться. Ну, глядя на их состояние, я смотрю и решаю, что им дать. Как бы пирожку дать, фруктовую, йогурт дать. Или плотный вот обед дать. Короче, вот так вот. Нет определенного режима, нет у нас определенного меню. Все как детки захотят. И спят они у меня когда захотят, где захотят. Вот. Не настаиваю ни на чем. Вот так вот я как-то вот вращу своих деток. И меня постоянно укоряют в комментариях, то что они у меня постоянно на полу и так далее. Да, они у меня постоянно на полу. Дети должны двигаться. Дети должны... Они не должны сидеть в кроватке. Они не должны быть все время у вас на руках или на диване. Они должны двигаться, я считаю. Поэтому они на полу. Смысл мне их высаживать на диван и все время сидеть, смотреть, чтобы ребенок не упал. Я тоже хочу отвлечься. Я тоже хочу своими делами заняться. Когда они на полу, они более в безопасности. Вот сейчас, конечно же, сын наползает и ловиком стукается. Но это неизбежно. Он будет стукаться. Это ребенок. И если я их не буду выкладывать на пол, извините меня, как они научатся ползать? Вот мне просто интересно бывает посмотреть на мамашек, которые... Вы своих держите постоянно на руках лет так до 30 и на улицу тоже не выпускаете. А то там не дай Аллах что-то, не дай Бог, там ветерок. Пусть они у вас через форточку свежим воздухом тоже дышат. Держите все время на руках. То опасно. Да. А мои вот на полу вот так вот разбиваются. Кстати, спрашивали, доча сидит или нет. Самостоятельно сама не сидит. А в уголок дивана я ее сажаю, сидит. Долго не оставляю. Минуты 2-3 максимум. Потом что еще? Начинает ползать. Вчера-позавчера она уже начинала ползать. В принципе, она делала эти попытки. Но потом что-то она их забросила. Вот сейчас пару дней, пару дней мы наблюдали с мужем, как она за игрушкой, которая ей нужна. Она не переворотом добирается уже, а именно ползком к ней идет. Вчера вечером разговаривали с мамой по WhatsApp, по видеосвязи. И она лежит перед телефоном. И первый раз за все это время она потянулась к телефону, поползла к телефону и забрала его. Вот. Так что она у меня без движения не лежит. Скоро она тоже поползет. Но она ползет по-другому. Сыну ли по-другому, она по-другому. Но скоро вы все увидите. Вот так вот, мои хорошие. Утренний уход закончился. Сейчас ноготочки приведу в порядок. И буду ждать, пока детки проснутся. Все. Любите себя, ухаживайте за собой. Не забывайте уделять тебе время, как бы сложно ни было. Вот у меня двое деток. Я не забываю, потому что я хочу, чтобы мои дети видели меня красиво. Я хочу, чтобы они запомнили свое детство с красивой мамой. Не с хвостиком, вот здесь вот с гулькой, не умытой, не причесанной, не знаю, заляпанной футболкой. Я не хочу, чтобы мои дети меня такой запоминают. Я хочу, чтобы они меня запомнили красивой. Вот такой вот у меня бзик. Ну и все. Пока-пока.